Добрый вечер, меня зовут Кирилл Рыбасов, я приветствую вас на обучающем курсе, как правильно пользоваться банковскими картами. И сегодня я хочу рассказать о такой фишке, что делать в случае того, что если ваша карта заблокирована. Например, когда я снимал деньги в Таиланде несколько раз в разных терминалах, что-то не работало, мой банк Тинькофф заблокировал мою карту. Это означало, что я не могу больше пользоваться, я не могу больше снимать деньги до того момента, как не разблокирую карту. Для того, чтобы разблокировать карту в моем банке, мне нужно туда позвонить, назвать все свои данные. Но самое интересное, что мне нужно позвонить не просто с любого номера, а мне нужно позвонить именно со своего российского номера. И в этом есть проблема. И если я не могу позвонить с российского номера, на который настроен интернет-банкинг мой, мой смс-банкинг, то мне нужно ждать несколько дней звонка от банка, опять же, на этот мой номер. И потом, когда мне позвонит оператор, мне нужно подтвердить разные данные. Это очень неудобно, И получается, что банк может заблокировать, и 3 дня можно остаться вообще без каких-либо денег. Поэтому, как я обхожу эту ситуацию? У меня мой мобильный телефон – это мегафон. У мегафона есть такая услуга – мультифон. Что это такое? Это сип-телефония. Это такой вид услуги, когда у вас сип-телефония, для простоты скажу, это тот же сам, наподобие скайпа, но только когда вы звоните, определяется ваш мобильный телефон. В общем, вы настраиваете свой смс-банкинг на мегафон, допустим, на симку мегафона. Этот ваш номер прикручиваете к сим-телефонии, сип-телефонии, и уже с этого номера вы звоните в свой банк и говорите «Здравствуйте, вот у меня заблокировалась карта, пожалуйста, ее разблокируйте». И оператор видит, что все в порядке, вы звоните со своего мобильного телефона, и вам эту, и вам карту разблокируют, ну, примерно в течение пяти минут после того, как вы туда позвонили. Поэтому у меня был такой случай, я заблокировал, у меня заблокировалась карта, я позвонил и быстро разблокировался. До этого, перед тем, как я это все придумал, я мучился с тем, что мне будет звонить банк, ждал три дня, ловил момента. А так как я жил на тот момент в Таиланде, я с собой российскую симку не носил, а носил только мой тайский номер. Поэтому в эти дни, три дня мне приходилось смотреть, кто будет мне звонить. И причем входящий звонок мне стоил 100 рублей, поэтому вот такая операция разблокировки, в итоге мы минуты 200 с оператором разговаривали, стоило мне 200 рублей. Это не очень приятно, потому что операции совершал я и заблокировал ли меня, получается, зря. Но в то же время, с одной стороны, я банк понимаю. Но для того, чтобы, если вы долго живете в какой-то стране, чтобы так постоянно не заниматься процессом разблокировки, карты и так далее, можете позвонить в свой банк. Я не знаю, как у вас построена услуга в вашем банке, но, например, у меня в Тинькофф есть такая возможность. Я позвонил в банк и устно подтвердил, что я хочу, чтобы в Таиланде все операции поснять и считать изначально верными, и что я полностью несу за это ответственность. Все, теперь я всегда снимаю деньги в Таиланде, и никогда проблемы с блокировкой у меня не возникали. Понятно, что есть риск того, что могут у меня списать деньги, но если я эту операцию сразу увижу, я ее смогу заблокировать. Надеюсь, это видео вам было полезно. Ниже можете подписаться на остальные уроки, обучающие уроки, как правильно пользоваться банковскими картами. Для самых продвинутых ищите уроки продвинутые, как правильно пользоваться банковскими картами, где мы будем рассказывать самые интересные нюансы. Ну и если у вас возникают какие-то вопросы, замечания, предложения, пожалуйста, ниже этого видео оставайте свои комментарии и предложения, как можно улучшить эти обучающие курсы. Ну и, может быть, особенности, интересные особенности из практики, которые у вас произошли, либо как работают именно ваши банки. Всем счастливо! До свидания!